Здравствуйте, ребята! Я рада приветствовать вас на уроке музыки. Урок 6. Мы запели вместе песню. Сегодня на уроке ты узнаешь, что отличает музыку для праздника, кто такая Дина Нурпиисова. Все любят праздники. Самый любимый праздник у каждого – его день рождения. Море подарков, гости, свечи на торте, музыка и песни. Послушайте загадку и вспомните, что же обязательно дарят имениннику. Я ваша подруга. Я ваша попутчица. В пути без меня ничего не получится. Со мною на празднике всем интересно. Узнали, кто я? Ну, конечно же, песня. Давайте вспомним песенку крокодила Гена «Пусть бегут неуклюже» композитора Владимира Шаинского из мультфильма «Чебурашка». Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам, а вода по асфальту рекой. И неясно прохожим в этот день непогожий, почему я веселый такой. Ах, я играю на гармошке у прохожих на виду. К сожалению, день рождения только раз в году. Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете и бесплатно покажет кино. С днем рождения поздравит и, наверное, оставит мне в подарок пятьсот эскимо. Ах, я играю на гармошке у прохожих на виду. К сожалению, день рождения только раз в году. К сожалению, день рождения только раз в году. Ребята, а вы знаете, какой песней во всем мире поздравляют друг друга с днем рождения? Наверное, вы узнали эту песню «Happy Birthday to You». Давайте сейчас ее споем все вместе. С днем рождения «Happy Birthday to You». С днем рождения «Happy Birthday to You». Многие композиторы посвящали свою музыку разным важным событиям. Сегодня мы познакомимся с вами, со знаменитым казахским композитором Диной Нурпиисовой. Но сначала давайте вспомним, что такое кюй. Кюй – это музыка для казахского инструмента – дамбры или кабыза. Человек, который сочиняет и исполняет кюй, называется кюйши. Знаменитые композиторы. Дина Нурпиисова – казахский композитор, кюйши, исполнитель на дамбре, сочинившая много кюев. Булбул, Асемкунер, Байжума, Жигер. Ее называли девочкой-дамбристкой. Сегодня мы с вами послушаем знаменитый кюй Дины Нурпиисовой «Той Бастар» – открытие торжества. Этот кюй Дина Нурпиисова написала в 1940 году, к 20-летию Казахстана. Дина передает здесь ликование народа, который впервые обрел истинную свободу. Слушаем кюй Дины Нурпиисовой «Той Бастар». Дина передает здесь ликование народа, который впервые обрел истинную свободу. Дина передает здесь ликование народа, который впервые обрел истинную свободу. Дина передает здесь ликование народа, который впервые обрел истинную свободу. Слово, подходящих к характеру кюя Той Бастар. А теперь посмотрите на картинку. Назови знакомые инструменты, которые ты знаешь. Попробуй найти информацию об инструментах, которые здесь изображены. Вспомни, на какие группы и по каким признакам можно разделить музыкальные инструменты. Есть ли среди этих инструментов тот, на котором исполнялся кюй Дины Нурпиисовой Той Бастар? Ответы на эти вопросы ты услышишь на следующем уроке. Ну а теперь давайте вспомним песню, с которой мы познакомились на прошлом уроке «Моя семья». Для этого откройте учебник на странице 19, там, где есть текст первого куплета и припева. Лежит передо мной игруша куча Но всем уже давным-давно известно, что мне одной играть довольно скучно и совсем, совсем неинтересно. А вот когда со мной мои родные и самые любимые мне люди, я сразу забываю про унынье. И всегда так было, есть и будет. Будет день счастливый и чудесный самый, если рядом будут папа и мама. Буду я веселый, буду очень рада, если будут рядом сестренка с братом. А еще я буду бесконечно рада, если рядом дедушка и бабушка рядом. Ну а больше всех буду рада я, если будет рядом вся семья, вся моя семья. Сегодня на уроке мы с вами узнали очень многое. Мы узнали, что есть песни, которые дарят на день рождения. Мы познакомились с казахским кюйши Диной Нурпиисовой и послушали ее кюй Той Бастар. На этом наш урок подошел к концу. До свидания, ребят!